Привет! По всему миру идет засуха, и люди не понимают, почему же у них растения не растут, умирают. На самом деле они думают, что знают, как работает растение. На самом деле растения это намного, намного совершеннее, чем на первый взгляд кажется. Ну, полил воды, там солнце смотрит, на самом деле, совсем не так. Нужна еще для растений статическая энергия, которая вылетает от них. Вот. Энергия статическая вылетает отсюда, плюсовая энергия вылетает, но если минусовая энергия, то она не будет вылетать, а если плюсовая, то отсюда энергия будет вылетать выше. Вот, А если отсюда вылетает минусовая энергия, отсюда плюсовая входит, то она не может сохранить водорода. Поэтому логически, если подумать, то отсюда должен вылетать только плюсовая энергия. Это проверено с помощью статической энергии, и точно так всё и есть. То есть отсюда вылетает плюсовая статическая энергия, то есть позитрона. Вот, например, от зёрна обычной муки. И вот, что делает энергия? Энергия, которая вылетает отсюда, плюсовая энергия выходит, минусовая входит. И эта минусовая энергия идёт к Земле, от Земли тянет плюсовые катионы водорода. Вот, катионы водорода попадают в зерно. Так как идёт дождь и холодно, да, холодно, водород сохраняется в зерне, потому что зерно – это гидриды, да. Любой гидрид – это молекула, которая сохраняет водород. Вот, допустим, если вы хотите сделать себе вкусную кашу, то вы можете добавить растительное масло, нагреть её. Потом понемногу бросать туда обычной муки, обычной белой муки, и начнётся кипение, щипение. Вот, пузырьки будут выходить, и вы добавляете туда муку, бросаете, и таким образом вы добавляете водород муки к растительному маслу. Таким образом создаёте гидрированное масло. Вот, после того, как вы добавили много муки, и она перестаёт кипеть, и вся она липнет, сразу добавляете воду и перемешиваете. И перемешиваете, пока она станет, как жидкая сметана, и таким образом вы получаете очень вкусную кашу. И обратите тогда внимание, что в этой каше не будет ни одного растительного масла, потому что вся растительное масло будет гидрированным. То есть вы получите совсем другой продукт. Ну, совсем другой продукт. Вот. То есть, если человечество будет использовать статическую энергию, вот, для того, чтобы втягивать в зёрна много водорода, то эти зёрна, скорее всего, будут намного больше, намного питательнее, и, скорее всего, будут созревать намного быстрее. Вот. То есть, энергия молнии, которая распространяется над каменным углём, замыкает с этим древесным углём и водой, замыкает и создаёт этот водород, катион водорода и анион гидрокарбоната. Вот они и будут поступать к этим растениям. Вот. И тогда по всему миру вы будете уже выращивать свой хлеб, например, используя все эти технологии, не боясь этого, ну, не боясь, например, природных катаклизмов, например, используя эти технологии в каких-то особых приспособленных для этого мест, например, теплицах. Спасибо за внимание и приятного аппетита!